Чего же здесь с мотором? Она реально долбит в отсечку. Эрик Давидович, агрессивная губа, которая уже обогрена кровью каких-то невинных жигулей. Вау, это действительно что-то новое. Ничего не замечаете по этому обвесу, а это новейшая S-Edition, самая дерзкая версия Toyota Camry. Да погоди ты, погоди. Сегодня мы рассмотрим все фишки этой машины и станет ясно, стоит ли продавать прямо сейчас свою ласточку, чтобы купить эту тачку. Ну и заодно сравним ее с легендой. Camry 3.5 V6, 249 сил, 220 км в час максималки. Неужели S-Edition решила отобрать у нее всю славу? В общем, сегодня будет битва самых дорогих, быстрых и спортивных седанов Toyota. Ну что, глянешь? Вообще, когда я был маленьким, Camry выглядела вот так вот. И когда кто-то говорил в школе, что хочет такую машину, мы выгоняли его без одежды к теплотрассе к бешеным собакам. Но посмотри, как все изменилось! Похоже, в Toyota надоело смотреть, как камрюхи улучшают, и они сказали, в этот раз мы все сделаем по-своему. Но как же отличить S-Edition от других Camry? Например, по задним фонарям. Они дерзкие, темные и полностью на светодиодах. Спереди оптика тоже светодиодная, ну и, конечно, агрессивная губа, которая уже обогрена кровью каких-то невинных жигулей. На дверях ручки без хрома и дерзкие черные накладки и зеркала. И что самое необычное, да, в этом классе вы не найдете больше такую расцветку. Она двухцветная, как у Maybach. Ну как у Maybach. Там Maybach и в два цвета реально красят, и эта версия стоит минимум где-то 17 миллионов, а это, похоже, пленка. Что? Пленка. Не слышите? Пленка. Пленка! Причем у S-Edition даже диски тоже двухцветные специального дизайна и 18-го радиуса. Простите, диаметра. Ну и посмотрите на диски Camry 3.5. Это же то же самое, просто без черного цвета и полировки. Причем на S-Edition можно поставить и маленькие 16-е дутики, за что, я считаю, нужно уголовку вводить какую-то в законе. Ну, поправки в конституции, все равно туда можно писать, что хочешь, да? На месте диффузора появилась тоже агрессивная накладка с красными акцентами и мощный спойлер. Все это вжимает буквально машину в асфальт, когда вы едете на 50 метров в час в супермаркет за чудо-йогуртом. Вот только в Штатах продается своя Camry TRD-версия, и там такое антикрыло сзади, что даже у Subaru VRX возникает комплекс неполноценности. Кстати, через автоспот Toyota Camry можно купить уже на 150 тысяч рублей дешевле, но мы нашли там скидки даже больше миллиона. Никаких больше прогулок по автосалонам. Просто выбираешь на сайте свою машину мечты, и автоспот сразу показывает по ней все спецпредложения и самые большие скидки. Не знаешь, чего выбрать? В описании мы собрали топ самых популярных тачек в России уже в этом году по разным классам. Ну или расслабься и просто позвони своему личному менеджеру, он поможет разрулить любое твое пожелание. Телефон менеджера и самые большие скидки на тачки будут в описании. Просто проверь, как дешево может стоить твоя машина мечты. Таких цен может уже и не быть. А у вас есть что-нибудь на полном приводе, миллион за два с половиной, и чтобы самая большая скидка была? Ага. Кстати, по кузову можно заказать не только такой двухсветный вариант, но и черный, а вот салон только черный. Зато посмотрите, с какими он красными акцентами, и везде у нас красная контрастная прошивка. Ну и, конечно, здесь есть фишки, которые свойственны только Camry. Например, здесь можно сменить обычную расцветку экрана, темную или слишком светлую, на агрессивно красную, под стать версией S-Edition. При этом экран имеет размер всего лишь 7 дюймов, ребята. Вот этот вот телевизор диагональю 30 дюймов, и он стоит меньше 100 долларов. Так нельзя в 2020 году, ребят, уже нельзя. А еще здесь есть интересная кнопка эко-режим кондиционера, чтобы он жрал меньше энергии. Обожаю потеть и думать об экологии. Прямо под передней глянцевой панели есть беспроводная зарядочка, ну и вот такая вот интересная функция HOLD. Когда мы встаем на светофоре, то машина сама встает на ручник, включат задние стопы, а вы уберете ногу с тормоза и спокойно, расслабленно можете ждать зеленого сигнала. Кстати, зацените эту обивку PES-Edition, которая напоминает такой металлизированный карбон, в отличие от такого подобия дерева Camry 3.5. В салоне больше никаких вам электронных часов, никаких бабушкиных хондовых кнопок. Все это выкинули, стало современнее, но я все-таки нашел одну деталь из 88-го года. Только посмотрите на дизайн этих дефлекторов. Кстати, вот это вот не полный привод, это на самом деле трубопускной системы. Наверное, тепло зимой. Ну а зацените, какие роскошества на этом фоне у Camry 3.5. Впереди огромный экран, музыкальная система JBL, здесь красивые накладочки. И в подлокотнике крутой гаджет. Нажимаем на кнопку и начинается магия. Ребята, настраиваем температуру, которая нам нравится. Закрываем заднюю шторку, включаем подогрев и откидываемся назад. Ребята, это бизнес-класс. Ну и, конечно, у спецверсии есть собственный шильдик S-Edition, который можно будет потом купить на Авито, ну и повесить на свою ладу надежды, например. Ну, чтобы она стала чуточку спортивнее. Ну, чуть-чуть, совсем. Кстати, собирают эту машину в Санкт-Петербурге, в самом интеллигентном городе России. И я примерно так представляю там сборку Camry. Коллега, не соблаговолите ли вы доделать дверную обшивку? Как вы смеете? Я читаю неизданные дневники Пастернака. Покорнище простите. Ну и самое главное, ребята, вы спросите, что же здесь с мотором? Вот ты вот подпишись пока, поставь колокольчик. Здесь вот вышедшие ролики, здесь которые будут. Не пропуская ничего, а я попробую разобраться и... и открыть эту красоту. Так вот, здесь стоит мощный, беспощадный двигатель объемом... Да какой супра, здесь 4-цилиндровый двигатель, 2,5 литра, 180 лошадиных сил. Короче, да, сюда нельзя поставить двигатель V6 3,5, только этот, но зато эта машина стоит 2,1 миллиона рублей, а вот за 3,5 минимум придется отдать 2,4, так что решайте сами, как это для вас хорошо-плохо. Но самое интересное, ребята, насколько эта машина отстанет от 3,5 версии. И это мы проверим очень скоро вместе с тобой. Кстати, когда открываешь капот каких-нибудь дорогих тачек, которые мы обозреваем за 120 миллионов рублей, то здесь обычно отгробная плита из пластика. Вуаля! Под капотом, ребята, фордовский мотор V10. Но посмотрите вот на это, это самая маленькая пластиковая накладка под капотом. Похоже на какую-то, знаешь, маленькую шапочку хипстера на голове. И чтобы вы понимали, насколько Кэмри популярна вообще в России. Какая Кэмри? Правильно говорите, Камри, дядь. Камри, Кэмри. Я не знаю, как правильно, но какой-нибудь умник обязательно найдется в комментариях и напишет, как правильно. Так что идите читайте, братан, мы на тебя рассчитываем. Напиши, разъясни, что там как. Так, короче, чтобы вы понимали, в каких объемах эта машина продается, я вам сейчас зачитаю список. Если суммировать все продажи за прошлый год, марок Jeep, Honda, Mini, Citroёn, Peugeot, Jaguar, Infiniti, Suzuki, Subaru вместе, то это все равно будет меньше, чем продалось одних только Кэмри. Камри, Кэмри в России. Понимаешь масштаб вообще? То есть это какое-то помешательство. Такое вот небольшое разочарование, ребят, но когда мы сейчас сравним звук V6 и этот, вы немного удивитесь, я вам обещаю, если не офигеете. И можно подумать, что это какая-то сыпь от чумы или от коронавируса. На самом деле это самая необычная противоугонная система, которую я только видел. По кузову рассыпано около 10 тысяч таких вот точек. Да, они здесь есть, здесь, вот здесь. И на них, на этих миллиметровых точках написан пин-код, который связан с вином машины. И если сделать 60-кратное увеличение, ты увидишь пин-код, сможешь сравнить его с вин-кодом и узнать, как бы неуглана ли тачка, которую ты покупаешь. Да, и самое главное, эти точки еще и в разных местах, типа крылья встречаются. Вот, и ты можешь знать, заменено ли крыло или нет. Если там их нету, соответственно, крыло меняли. Вот такая вот необычная система, реально для которой нужны даже какие-то гаджеты, просто чтобы это все увидеть. Слушайте, чем мы все разговариваем? Давайте сравним для начала звук 3.5 и нашей S-Edition. А дальше, как следует, их погоняем. Блин, ребят, вот такой вот сюрприз. То есть она реально долбит в отсечку, и при этом вот такие вот слышны звуковые эффекты. Так, старт на 3.5. Ну, спокойный, уверенный набор скорости. То, что ты ожидаешь от V6. Клево. Пересаживаемся в машину поменьше. Так, разгончик в две педали. На 2.5. Ох, а где этот звук-то, который мы слышали? Шикарный. Так, а это что такое, Ром? Какие-то кинологи, что ли? Какой-то союз кинологов России. Эрик Давидович, наверное, какой-нибудь собак тренирует, я думаю. В общем, вот такой вот здесь моторчик, шестиступенчатый автомат. Все это уже выдержано довольно долго в модельном ряду Тойоты. Но зато это надежно. Никаких претензий, ни к чему этому нету. Я ни разу не видел сдохшую Camry 40. Они даже, даже битые, конченые, резанные, ушатанные, с гигантскими пробегами. Они просто катастрофически цепляются за жизнь. Ну и, кстати, если вы не знали, Тойота стала хорошо управляться относительно. Эта машина перестала быть очень валкой, и на ней можно немножечко получить удовольствие от поворотов. Вау, это действительно что-то новое. Сделаешь отсчет? Так, мы первые стартанули. АВ-6-то осталось сзади. Че происходит-то, парни? Че происходит? Так, без трекшена. Все равно у него слишком большая пробуксовка, и он остается сзади. В-6 постепенно возьмет свое, как бы, деваться некуда. Моменты мощности никуда не денутся. Они, в конце концов, нагнут эту машину. Но вначале ты имеешь преимущество, потому что ты можешь проще использовать мощность, которая у тебя есть. Единственным разочарованием для меня является только то, что я не слышу этих адских перестрелов, которые происходят, когда машина стоит на месте. Ну че, ты видел все сам, у меня к тебе лишь одна просьба. Напиши в комментариях, какую машину бы все-таки хотел именно ты с В-6, ее роскошным салоном и большим моментом. Или все-таки S-Edition, которая круче выглядит и требует от тебя меньше вложений, когда ты ее покупаешь. Напиши в комментариях, узнаем, у какой машины больше фанатов. В следующем выпуске подведем итог. Спасибо. Все это напоминает истории с крузаками, которые тоже имеют много разных спецверсий. Вот здесь вот будет ролик про обзор самого дорогого крузака, ну и теперь спецверсия есть и у Камри. Ну че, разве плохо выглядит? По-моему, круто. А ты оставайся с нами, подписывайся на канал, дальше будет только интереснее. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok